Партнер программы для маленькой компании торговая марка Меллида. Кисломолочный продукт? Варенец! Кушай варенец! Полезный будет иммунитет железный. Настроение поднимает и здоровье укрепляет. С детворою у экранов соберемся выходной. Здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Привет, моя маленькая компания. Привет, ребята. Привет, привет. Расскажите, как вы готовитесь к Новому году? Украшаем дом, продумываем саранее, в какой одежде будем праздновать. Мы наряжаем елку и покупаем подарки для близких. Город тоже вовсю готовится к встрече Нового года. Уже по вечерам наши улицы пестрят яркими огнями, а в центре города уже прописались лесные красавицы. А в дошкольном центре развития ребенка номер один уже настоящий парад снеговиков и снегурочек. Там тоже есть лесные красавицы. Так давайте заглянем в гости к ребятам. В Литском дошкольном центре развития ребенка номер один уже вовсю чувствуется праздничная атмосфера. Из музыкального зала то и дело доносятся новогодние песни. Ребята вместе с родителями, воспитателями и музыкальными работниками готовят костюмы, разучивают песни, стихи и танцы. Все для того, чтобы порадовать Дедушку Мороза и получить долгожданные подарки. Преобразился и сам дошкольный центр. Сейчас здесь настоящий парад снегурочек и снеговиков. Снеговички и снежные бабы все-таки разные от маленьких до огромных. Каждый со своим выражением лица и характера. Всех этих героев ребята создавали вместе с родителями. Для поделок использовали различный материал. Бумагу, салфетки, нитки, пенопласт, пластиковые бутылки, ткань. Каждый снеговик оригинален и неповторим. Мы с мамой придумали сделать снеговика. Я придумала как, а мама придумала сделать елочку. Мама взяла ткань, взяла выкройку, обвела мелком. Это все вырезала, сшила. Я подержала, мама засунула туда ткань специально. И вот, потом опять зашила, потом я выбрала пуговички, пришили. А еще мы сделали шапочку. Мама взяла ткань, мы бумбончик сделали. Я тебе помогала. Я выбрала ткань сама. Мама такой клубочек сделала, потом обрезала все стороны. Получился такой бумбон. А потом мама пришила. И вот такой бумбон получился. Мы взяли специальную шерсть с мамой и иголочку. Потом мама брала шерсть побольше и тыкала иголочкой. И потом получилось два комка таких же. И папа купил глазок. Мы приклеили глазки к снеговичку с пуговками тоже. И ткань выбрала. Мама пошила шапочку и шарфчик. Потом мы попрыгали лаком, чтобы он был блестяще, не разваливался. Красивые, оригинальные и внучки Деда Мороза – снегурочки. Они тоже сделаны из разных материалов и в разной технике. Особенно привлекают их наряды. Они по-настоящему сказочные и очень необычные. Снегурочки похожи на настоящих зимних красавиц. Ждем Новый год и готовимся к нему. Поем, танцуем, мастерим украшения. Мы с мамой решили сделать волшебную снегурочку. Посмотрите, какое платье. Крашеные снежинки. Снежинками. А сережки – тоже снежинки. Кукурец – маленькие елочки. Снегурочка дарит всем хорошее настроение. Не обошлась выставка и ребят без главного трибута – елки. В дошкольном центре развития ребенка номер один сейчас огромное количество елок. Они все красивые и очень необычные. И не похожи друг на друга. Все это плоды совместного труда родителей и детей. Здесь елки из ватных дисков, каштанов, шишек, бумаги и других материалов. Лесные красавицы украшают группы и коридоры дошкольного центра. Мы очень ждем Новый год, потому что это праздник. Дед Мороз, Снегурочка, много подарков, сюрпризов. Рождео-крашные елочки. Мы с мамой решили сделать белую красивую елочку. Приклеили ватные диски и украсили ленточками и бусиками. Наша елочка на выставке радует детей и взрослых. Вот так своими руками с помощью фантазии, воображения и творчества воспитатели, родители и ребята создали настоящую зимнюю сказку. В дошкольном центре каждый его уголок напоминает о приближении самого доброго и волшебного праздника – Нового года. Увидев такое сказочное убранство, Дедушка Мороз точно будет удивлен и не будет скупиться на подарки для мальчишек и девчонок. К Новому году готовятся друзья нашей маленькой компании. Сестренки Варя и Василиса наперебой примеряют наряды. Девочки еще не решили, в каком костюме они пойдут на новогодний утренник. И еще они готовят подарки для Деда Мороза. Девчонки нарядили елочку и с нетерпением ждут зимнего волшебника с огромным мешком подарков. Давайте познакомимся с Василисой и Варей. Привет, моя маленькая компания. Сегодня мы побываем в гостях у Вари и Василисы и узнаем, готовы ли девочки к встрече Нового года. Новый год – любимый праздник многих детей и взрослых. Варя и Василиса Соловьева – не исключение. Прописку в квартире уже получила лесная красавица. Елку в доме Соловьевых обычно ставят искусственную. Все для того, чтобы она как можно дольше радовала и поднимала настроение. Так, обычно главная героиня новогоднего праздника появляется в этой квартире уже в начале декабря. Наряжать елку – обязанность Вари и Василисы. Девочки с удовольствием находят место каждой новогодней игрушки. Среди современных шаров, звезд и снеговиков есть и особые, старые новогодние игрушки. Ими в детстве наряжали елку родители девочек. Таким игрушкам особый почет. Хранятся они в сундучке. Есть на елочке и оригинальные фотошары. В них фото самых ярких моментов уходящего 2018 года. Как вы обычно празднуете Новый год? Мы наряжаем елку. Мама готовит вкусности. И мы запускаем салюты. На Новый год ко мне приходит Ксюша с Михалиной. Мы с ними играем в куклы. Идем сладостей. И пускаем фейерверки. Какой же новогодний праздник без карнавальных костюмов, блестящих и пышных платьев. Девочки теряются в нарядах. Пока как Варя, так и Василиса в раздумьях. Возможно, они примерят наряды главных героинь любимых сказок и мультфильмов. А возможно, покажут Дедушке Морозу модное новогоднее платье. Кстати, заглянув в эту квартиру, не останется зимний волшебник и без подарка. Девочки любят покреативить, а поэтому готовят для Деда Мороза несколько сюрпризов. Один из них – аппликация с символом наступающего года – поросенком. Такие старания Дедушка Мороз должен оценить и отблагодарить девочек долгожданными подарками. Кстати, а список желаемого не маленький и пока не окончательный. Почти каждый день он меняется, и в нем появляются новые желания. Варя, что ты попросила Деда Мороза в этом году? Зайку. Говоря, Швакешу, Единорога, Пони, Лолу, Барби, Скейт, Ролики, Духовелик и Мишку. А что нужно, чтобы Дед Мороз исполнял желания детей? Надо вести себя хорошо, слушаться родителей, помогать им и учиться хорошо в школе. Новый год – это время чудес и волшебства, исполнения всех заветных желаний. Причем не только детских, но и взрослых. Зимний волшебник в новогоднюю ночь обязательно посетит Варю и Василису и преподнесет им долгожданные подарки. А сейчас давайте поговорим о карнавальных костюмах. Как думаете вы, какие костюмы сейчас в моде? Я думаю, что сейчас костюмы в моде, не знаю, супергероев каких-нибудь. А я думаю, что сейчас модно наряжаться в костюмы любимых героев. Например, щенячий патруль, черепашки, ниндзя. Ну а кто еще может быть? Ну может еще Губка Боб. Шеймер и Шайн, да, девчонки люблю. А в каких карнавальных костюмах вы ходили на утреннике? Ну я помню, когда была маленькая, ходила в костюме принцессы, снежинки, красные шапочки. Я выходила, когда маленький был, в костюме Человека-паука и в костюме Зайца-билла. Герой нашего следующего сюжета пойдет на новогодний утренник в необычном костюме. Я уверена, такого костюма вы еще не видели. Давайте посмотрим на необычного трансформера. То, что герой нашего следующего сюжета не останется незамеченным на новогоднем утреннике, мы просто уверены. Костюм Леши Стрибутя поражает своей оригинальностью. Мальчик обожает смотреть мультики, фильмы про трансформеров. К слову, они у Леши повсюду. Поэтому задолго до новогодних праздников Леша попросил маму о костюме трансформера. Вот только мальчик сразу предупредил. Просто костюм его не устраивает. Его наряд должен быть интересным и помочь окунуться в любимый фильм и почувствовать себя его главным героем – Оптимусом Праймом. Оптимус Прайм, потому что умеет превратиться в фу. Эта машина мне очень сильно нравится. И еще он может сразиться с Мегатроном. Его за два удара уничтожить пистолетом. Хотя защищает этой идеи. И сражается со всей армией. Один. На создание вот такого костюма маме Леша понадобился месяц. А для изготовления – картонные коробки, цветная пленка, клей, скотч и, конечно же, фантазия. И Лешину советы. Прежде чем взяться за дело, мама мальчика изучила несколько видеообзоров по изготовлению такого костюма. Потом вместе с сыном взялась за дело. Я маме помогал девочке. Я ей подсказывал, как он должен быть, мерил его. И еще я ей красил каёша в черный цвет. И селой гаечки помогал маме раскрасывать в черный. А потом мама сама делала креево. Трансформеры – любимые герои мальчика. В фаворитах, конечно же, Оптимус Прайм. Оптимус Прайм – основной персонаж в практически всех мультсериалах, комиксах, фильмах, книг и видеоигр о Трансформерах. Бессменный лидер автоботов. К числу главных особенностей Оптимуса Прайма относятся доброта и сострадание, которые распространяются на все живое, включая жителей Земли. Он воюет, чтобы защитить слабых и тех, чья свобода находится под угрозой. Как представитель древнейших трансформеров, он обладает безграничной мудростью и неимоверно огромной физической силой. Наверное, поэтому так легко и быстро Оптимус завоевывает сердца многих мальчишек. У Деда Морожа я попросу игрушку Оптимуса Прайма, и чтобы он там превращался тоже в фулл и был синенький мегатрон. И там был мегатрон и пистолетовый меч. И еще корабль, немецкий, и в лоб, где сапчиконовый. Совсем скоро Леша отправится на новогодний утренник, где поразит всех окружающих своим необычным нарядом и умением трансформироваться. А сейчас поговорим о приятном. Какие подарки вы уже попросили у Дедушки Мороза? Я попросила светодиодные 3D-фигурки разные, которые светятся на лампочках, и попросила беспроводные наушники. Я попросила новый телефон и наушники такие большие. Хорошо, а для своих родных что попросили? Я попросила, чтобы мои родители отдохнули от работы, и попросила им путевки в Таиланд. А для родных я попросила для мамы с папой, чтобы они взяли отпуск на 3 недели где-то. И отдохнули от работы. И это будет для них лучшим подарком, да? А давайте узнаем, что же попросили друзья нашей программы для себя и для своих родных. Добрый Дедушка Мороз. Для куколки одежку. Соня хочет книжку. Мама хочет туфельки. Папа мотоцикл. Дед Мороз попадает через окно. Потом он подарки нам под елку ложит. Я хочу птики. Я хочу, чтобы мне подарил Дед Мороз, Дед Мороз мне машинку, маме платье, папе игрушки и Глеба игрушки. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз принес велосипед и бабу убить робот. Чтобы Дед Мороз узнал, что хочет ребенок, ему надо написать письмо и положить под елочку. Я думаю, что Дед Мороз попадает в дом через окно. Ему надо на ночь открывать окно, чтобы он через него залетел и положил под елочкой подарок. Ему помогает Санта-Клаус. Потому что в Беларуси Дед Мороз, а угроз на Санта-Клаус. Для родителей я бы попросил счастья, здоровья, а для себя какой-нибудь подарочек. Ну, например, машинку на пульте управления. Я хочу, чтобы Дед Мороз не подал мне кухню, маме шуму, а папе телефон. Я хочу светящейся машинке, чудо-трек. Я думаю, я желаю всем, чтобы Дед Мороз всем подарил счастья, здоровья. Я жду от Нового года чего-то нового. Я хочу, чтобы маме подарили Дед Мороз бусы, а папе какой-нибудь берет в отпуск. Я желаю, чтобы было сюрпризы, подарки и очень-очень много снега. Я хочу, чтобы Дед Мороз мне подарил нерв и шкатулку. Новый год это самое волшебное время. Время чудес и волшебства. Я надеюсь, что все желания взрослых и детей обязательно сбудутся в каком-то волшебного праздника. Мы надеемся, что все новогодние мечты исполнятся. В следующем году мы будем вас радовать не менее интересными историями. До встречи в новом 2019 году. Пока-пока! С детворою у экранов соберемся выходной. Здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Партнер программы для маленькой компании – торговая марка «Мелида». Далеко-далеко. На лугу. Нет ни козы, нет ни кони, ни овца, ни кролик. На лугу пасутся коровы, которые дают вкусное и полезное молоко. А «Мелида» – наивкуснейший творожок, сметану, молоко, йогурт и многое другое. А теперь и новинка! Кисломолочный продукт – варенец. Кушай, варенец полезный, будет иммунитет железный. Настроение поднимает и здоровье укрепляет.